4 декабря на улице Маяковского автомобиль подмял под себя железобетонную опору уличного освещения. В этой аварии по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Столб упал на проезжую часть. Мы ехали домой, а нас подрезали машины, вот легковые две. Которые ехали попутно? Попутно, да. Они стали перестраивать советское, и мне деваться некуда было. Или их бить, или столб. Здесь же на месте аварии мы поговорили с водителями легковых автомобилей, которые, по мнению водителя ЗИЛа, виновны в ДТП. Меня вот машина подрезала, я чуть-чуть как бы ушел правее, чтобы не догнать его. И как бы, вот, стой, тура вот ушла. Туру, то есть дальше, то есть уходить от меня получается не шла. И снесла стол. И он, и на ваших глазах, да, он врезался? Ну, как бы, да, другая. Удар-то сильный был? Да, вообще, да, удар сильный. Очень сильный. Ну, вам тоже деваться было некуда получается? Мне не было деваться вообще. Водитель Рено свою причастность к аварии отрицает. Водителю надо быть внимательнее, который едет, и педали не путать, наверное. Водителю легкового автомобиля? Да. Но вы ехали впереди, да? Да, я уже был впереди. Я вошел в промежуток между машинами, да. Он должен был это видеть, но он этого не видел. К месту ДТП подъехали специалисты по связи и стали по своей линии ликвидировать последствия аварии. Кто прав, кто виноват в ДТП, выясняют сотрудники ГИБДД. Вечером 4 декабря в Балаговском районе области в результате столкновения микроавтобус «Форд Транзит» с семью пассажирами и «Шевроле Нива» пострадали 11 человек. Среди пострадавших 61-летний водитель «Форда» и 28-летний водитель «Нивы». Две пассажирки «Нивы» и семь пассажиров «Форда». Водитель мини-вэна двигался по маршруту Москва-Боровичи. «Нива» шла попутно. Уже после столкновения сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель «Нивы» управлял машиной без прав. Ранее он был осужден за неоднократное вождение в нетрезвом виде. На этот раз признаки алкогольного опьянения тоже были. «Нива» виляла на дороге, и «Форд» объезжал ее по встречке, когда «Шевроле» вернулась на свою полосу движения. У правоохранителей вызвали вопросы законность перевозки пассажиров автомобилям «Форд». В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о происшедшем в Тверской области дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадало 11 человек, двое из которых несовершеннолетние. С целью установления всех обстоятельств происшедшего следователям Балаговского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, исполняющее обязанности старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации майора юстиции Гуркина Анастасия. По данным сотрудников полиции, которые работали на месте происшествия, двое из пострадавших по-прежнему в тяжелом состоянии.